Смотрите сегодня в специальном репортаже. И нашим, и вашим. Как Польша оказалась в числе стран-победительниц по итогам Второй мировой войны. Польша была ближе к Германии, чем к России. С Третьим Рейхом дружили гораздо плотнее, чем с Советским Союзом. Дорога памяти. Главный проект Министерства обороны России в честь 75-летнего юбилея Победы. С помощью мультимедийных систем здесь будет размещено более 33 миллионов имен участников Великой Отечественной войны и сохранившиеся фотографии. Пакт Пилсудского-Гитлера. Как Варшава и Берлин делили Советский Союз? У Польши их были планы. И не предлагали их Германии. В 1938 году последний раз совместное нападение на Советский Союз. Рассекречен архив польских спецслужб. Какую правду хотела бы скрыть Варшава? Я бы на месте поляков все-таки заткнулась. Если мы откроем свои архивы и мы заговорим, то я думаю, что Польше мало не покажется. Короткая память – верный путь к короткому поводку. Спасая Польшу от фашистов, Советский Союз потерял более 600 тысяч солдат и офицеров. Кто надоумил поляков требовать от Москвы компенсацию за свое освобождение? 28 января в Московском музее Победы отдали дань памяти бойцам Красной Армии, которые 75 лет назад освободили крупнейший нацистский концлагерь Освенцим. Более 200 советских воинов погибли в бою, чтобы спасти несколько тысяч узников, в том числе 180 детей. Лагерь смерти Освенцим, расположенный на территории Польши, известен всему миру как символ террора, геноцида, бесчеловечных пыток и экспериментов над людьми. Первый эксперимент просто в один из каменных бараков загнали туда около 800 советских военнопленных, закрыли все эти двери, стали использовать газ. Вот это была первая акция газирования на территории Освенцима. Именно советские военнопленные стали первыми ее жертвами. Мало кто знает, что за 9 суток до освобождения лагеря нацисты заставили 58 тысяч узников Освенцима идти пешком в другие лагеря. Во время этого марша смерти погибли 15 тысяч заключенных. Оставшихся в концлагере 9 тысяч человек планировалось просто сжечь. ССовская охрана успела уничтожить 700 из них. Убить остальных помешало стремительное наступление Красной Армии. То, что увидели воины Красной Армии, освободив это. Те же самые горы трупов, зола, останки, сожженные кости, ямы для сжигания тел и, главное, узники. Какой же монетой платят поляки своим освободителям? 25 января в интервью немецкой газете Bild лидер правящей польской партии Ярослав Качинский заявил, что Россия обязана заплатить Польше компенсацию за причиненной стране во время Второй мировой войны ущерб. Россия тоже должна платить, но я не верю, что наше поколение доживет до того, что Москва примет свою ответственность. На этом заявлении Качинский не остановился. По его нескромным подсчетам, Россия должна Польше более триллиона долларов. Шакалы всегда воруют и работают, едят только падаль. Гиены нет. Современная Польша так она себя и ведет. Вот этот пересмотр истории, которые пытаются сделать Польша, вот все говорят это для того, чтобы найти выход своим закомплексованным национальным чувствам. За несколько дней до памятных мероприятий в Освенциме Польский государственный музей Аушвиц-Биркенау, именно так по-немецки называется Освенцим, отказался принимать временную российскую экспозицию Музея Победы и Центра Холокост. Вдумайтесь, отказался принимать экспозицию страны, которая спасла жизни тысячам узников этого лагеря смерти. Действия Польши в настоящий момент, они абсолютно абсурдны, я бы даже сказал, преступны в отношении исторической памяти. Современная польская власть и та интеллектуальная элита, которая ее поддерживает в этом процессе, забывают о десятках тысяч поляков, которые рука об руку сражались вместе с советской армией в рядах войска польского. Хочу подчеркнуть, что Берлин штурмовали две армии, советская и польская. Никаких американцев там не было. Полякам не понравились цифры жертв Холокоста, а также границы Польши в 1939 и 1941 годах, которые фигурируют в музейной экспозиции. Возникает резонный вопрос, почему Польша ведет себя не как страна-союзник СССР во время Второй мировой войны, а как пособник гитлеровской Германии. Польша была ближе к Германии, чем к России. С Третьим Рейхом дружили гораздо плотнее, чем с Советским Союзом. К тому, что поляки регулярно переписывают мировую историю в зависимости от собственных хотелок, казалось бы, все уже давно привыкли. Но парадокс в том, что польская трактовка событий 75-летней давности не подтверждается документами тех лет. Как же выглядит историческая правда на самом деле? 86 лет назад, 26 января 1934 года, Польша и Германия подписали мирный договор, в котором имелось секретное приложение, известное как Пакт Пилсудского Гитлера. Там было записано, что Варшава и Берлин обязуются советоваться друг с другом по всем вопросам внешней политики. Польша в начале 30-х особенно активно сотрудничала с фашистской Германией. Как известно, Польша заключила первый пакт о ненападении с фашистами. У Польши были планы, и они предлагали их Германии. В 1938 году последний раз совместное нападение на Советский Союз. Польша обещала выставить миллионную армию, хотя у нее армия была 30-50 тысяч человек тогда. Что же тогда получается? Памятники бойцам Красной Армии, погибшим на территории Польши, это немые свидетели сотрудничества Варшавы с нацистской Германией? И вполне вероятно, что именно по этой причине за последние несколько лет в Польше было ликвидировано свыше 420 монументов советским воинам-освободителям. Фактически Польша разрушила союз, направленный против фашистской Германии, в котором участвовали Советский Союз, Чехословакия и Франция. Это объединение этих стран могло положить конец эскалации напряженности и предотвратить Вторую мировую войну. Но стереть память о войне, о ее героях и победителях невозможно, пока живы те, кто о них помнит. И Россия, более других государств, заботится о сохранении памяти о Великой Отечественной. Для нас война – это всегда была война на уничтожение, геноцид. А, извините, единственная война была у нас такая, вот в европейском стиле, это войны с Наполеоном, да, вот он погулял туда-сюда, вот, и то наши не поняли таких прогулок. А, извините, в Европе что? Пришла армия, ее встретили цветами. Пришла другая армия, ее опять встретили цветами. Вот это все вот и только вот Вторая мировая война, она столкнула Европу с настоящим геноцидом. 23 января на Международном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил провести встречу глав государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, России, Китая, США, Франции и Великобритании, в любой точке мира. Президент Франции Эммануэль Макрон сразу же поддержал инициативу российского лидера. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе. Я хотел бы, чтобы мы смогли это сделать, потому что мы являемся гарантами международного порядка. В канун 75-летнего юбилея Победы на территории храмового комплекса парка «Патриот» строится филиал Центрального музея вооруженных сил «Дорога памяти», где при помощи мультимедийных систем будут размещены более 33 миллионов имен участников Великой Отечественной войны и их фотографии. Длина этой галереи 1418 шагов, которые символизируют 1418 дней и ночей. Именно столько времени продолжалась Великая Отечественная война. В настоящее время обработаны информации о 15 миллионах человек, в том числе с фотографиями миллион. Получены обобщенные материалы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Эстонии. На сайте «Дорога памяти» уже размещены данные о более чем 393 тысячах человек, а также более 5000 фронтовых писем. По всему периметру этого мультимедийного музея вмонтированы латунные гильзы с землей с мест захоронения советских воинов. Телеканал «Звезда» одним из первых поддержал инициативу Минобороны России. Сегодня «Дорогой памяти» пройдет автор и ведущая программы «Между тем» Наталья Метлина, чей дед вернулся с войны в конце 1943 года, после нескольких тяжелых ранений. Для меня это, конечно, личная история, потому что то, что касается линии моей мамы, то она родилась в Нижегородской области, в деревне Курилиха, и откуда, собственно, был призван мой дед. Его зовут Иван Егорович Метлин, 905 года рождения. Он ушел туда вместе со своим братом Егором Егоровичем и вместе с двумя мужьями своих сестер, Павлом Печенковым и Иваном Исаевым. И вернулся один мой дед. Иван Метлин участвовал в крупнейших битвах Великой Отечественной. Прошел боевой путь от Москвы до Курской дуги. У него были здесь перебиты нервы, он не мог стрелять. То есть у него, и вот это вот, я это помню, руку, и вот это руками я гладила, и он всегда здоровался. То есть у него вот так вот были пальцы зажаты. В семье Натальи до сих пор в подробностях помнят день, когда искалеченный дед вернулся домой. Это была величайшая радость не только для семьи, но и для всей деревни, потому что возвращались с той ужасной войны совсем немногие. Это как бы далеко, вроде 75 лет, а ты еще такой молодой, а все это очень близко. И вот эти все рассказы. И, конечно, когда дед пришел после ранения, вшивый, в тулуп, вывернули вот так вот, бросили на снег. А из него какие-то вошки-мошки побежали. Вот, срезали, когда этот, забинтованные руки у него, и это все в кровище, эти все были бинты. Это все очень живо. Проект Министерства обороны России «Дорога памяти» неотъемлемая часть главного храма вооруженных сил нашей страны. Он построен в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Высота храма вместе с крестом составляет 95 метров. Обратите внимание на цифры. Диаметр главного купола храма – 19 метров 45 сантиметров. Две цифры вместе образуют число 1945 – год окончания Великой Отечественной войны. Высота звонницы – 75 метров в честь 75-летия победы над немецко-фашистскими захватчиками. Высота малого купола составляет 14 метров 18 сантиметров. Именно 1418 дней и ночей длилась Великое Отечественное. Строительство и создание этого главного храма – конечно, это наш ответ всем, кто хочет эту историческую память извратить. И об этом не раз говорил и наш президент, верховный главкомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и министр обороны, герой России Сергей Кужгетович Шойгу. Сергей Шойгу, выступая на заседании Российского организационного комитета победы, заявил, что в главном храме вооруженных сил России будут выставлены знамена и другие артефакты периода Великой Отечественной войны. Он станет еще одним символом нерушимости национальных традиций, верности памяти предков и их свершения во благо Отечества. В Министерстве обороны полным ходом идет подготовка к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, проведению года памяти и славы. Мы сделаем все, чтобы празднование этой знаменательной даты навсегда осталось в памяти наших соотечественных и международного сообщества. Историю пишут победители, а переписывают подонки. Казалось бы, еще совсем недавно поляки вместе со странами-победительницами эту историю писали. Советский Союз всячески сглаживал острые углы исторически непростых взаимоотношений между нашими странами, не придавая огласке договоренности Польши с нацистами и их совместные планы по дележу Чехословакии и решению еврейского вопроса. Мы долго молчали о том, как бойцы армии Краевой брали в заложники бежавших из плена солдат Красной Армии, а армия Людова стреляла в спину. Они, как шакала, они стреляли в спину, они убивали солдат Красной Армии после того, как их освободили от нацистов. Они не участвовали в операциях вместе с солдатами Красной Армии. А когда пришла Красная Армия, отогнали нацистов, армия пошла воевать дальше на Запад, они нападали на советских офицеров и солдат. Мы как бы забыли грешки и прегрешения тех стран, которые потом стали либо частью Советского Союза по итогам войны, либо стали частью соцлагеря. Польша предала нашу общую историю, и документы заговорили. Причем польские. Политики этой страны, вероятно, просто не знают, что 75 лет назад, после Великой Отечественной, весь архив польской разведки переехал из Варшавы в Москву. Часть польских документов Служба внешней разведки России рассекретила еще 10 лет назад и опубликовала в сборнике «Секреты польской политики». Со второй порции архивов гриф «Секретности» был снят в декабре прошлого года. И какие еще нелицеприятные тайны из польского прошлого хранит этот ящик Пандоры, мы узнаем в ближайшее время. Я бы на месте поляков все-таки заткнулась, и не буди лихо, пока тихо. Потому что всегда нужно в любом конфликте спрашивать вторую сторону. Так вот, если мы откроем свои архивы и мы заговорим, то я думаю, что им больше мало не покажется. Тем более, что в соответствии с поручением президента, в Министерстве обороны России теперь создана специальная комиссия, которая внимательно изучит архивные материалы о преступлениях против человечности в годы Второй мировой войны.